так бейбики мои всем хеллоу трошечки масочку надену потому что не хватило у меня не дошли руки у меня сделать мэйк себе все кто сегодня меня смотрит хочу провести прямой эфир прямой эфир будет на тему олю бесит что я собираюсь делать в цикле этих передач вы знаете я же разносторонняя личность я и гражданка страны я и мать я и звезда я и работающая женщина я и кто актриса бизнес в умен просто баба хозяйка и короче во всех этих моих аспектах меня некоторые вещи страшно бесит и вот сегодня я решила открыть цикл программ которые будут называться о любезет что меня бесит при сегодняшний мой эфир посвящен вашим комментариям некоторым особенно конечно же комментариям связанным с моим концертом потому что они меня бесят правда и 1 куда у нас пандемия а вы с концертами дорогие мои вы знаете как разрешены концерты в украине возьмите пожалуйста почитайте закон в оранжевой зоне концерт разрешены только при пятидесяти процентов загрузки при полтора метра расстояния друг с другом и сидения в масках все это на своем концерте я могу обеспечить это не какие-то уличные истории где ты выходишь на сцену и горишь оденьте маски они дают пошла нахер вот здесь такого быть не может поскольку я сразу предупреждаю всех дорогие мои во первых без масок не будут пускать на концерт и кто будет снимать маску допустим и не соблюдать вот эти вот все дистанционные истории я имею право просто уйти со сцены если люди заплатили это не бесплатный концерт это концерт за деньги если люди заплатили деньги за билет они хотят посмотреть шоу и они точно не будут снимать маски лезть друг другу на голову потому что я просто возьму и уйду со сцены и их деньги останутся в нигде как бы ну вы не не соблюдаете правила ну и мы тоже не соблюдаем поэтому второе почему вы только мне это пишите в туре тина кароль в туре время и стекло в туре ира билык в туре ваш любимый мы винник я у него таких комментариев не вижу а знаете почему потому что вами сманипулировали вашим мнением когда связали меня и концерт в харьковский который кстати был не мой а это был день учителя я там вообще не могла ничего требовать понимаете с вами манипулировать сманипулировали именно поэтому вы мне вот эту вот всю фигню здесь пишите так еще раз хочу сказать концерт это выбор каждого вы не можете себе позволить не поехать в метро не поехать в этой переполненной маршрутки вы не можете не поехать в этом автобусе потому что вам нужно ехать на работу на концерт вас никто не тянет не хотите приходить не приходите но мои проданные сколько уже на данный момент почти три тысячи билетов говорят что есть люди которые хотят они хотят прийти они хотят безопасно находиться на расстоянии и они хотят поднять свой боевой дух если вы помните во время войны артисты ездили и выступали потому что людям в сложных условиях нужна положительная энергия на моих концертах это энергия всегда положительная понимаете поэтому вы не можете не поехать на метро вам надо ехать на свою работу вы можете сказать вот нам и мы не можем не поехать на работу и я не могу не поехать на работу потому что это моя работа потому что 70 человек коллектива остаются без хлебушка дорогие мои начинаете вы мне тут рассказывать о том что вот и что самый дебильный комментарий который меня раздражает вышло артисты самые бедные дорогие мои мы не самы впервые но в этой ситуации когда все-таки работают хлебобулочные пекарни все таки работают супермаркеты работают рестораны работают даже картинные галереи работают музеи работает метро работает все работают шкулы мои дети кстати ходит шкулы будут институты все работает Только артистам не выступать? Ну, это немножко неправильно. Что мы? Вы хотите сказать, что вот вы сейчас не попойте, а когда придёт время, вы запоёте. Мы можем не вернуться, потому что люди просто уйдут в другие профессии. Это же не только есть Оля Полякова, я уже сто раз вам говорила. Есть музыканты, танцоры, костюмеры, осветители, звукачи, аранжировщики, куча-куча смежных профессий, которые обслуживают этот бизнес и которым сейчас нечего жрать. Мы делаем безопасные концерты, понимаете? И ещё одно, про вот это вот самые бедные, когда вы не ходите на работу, вы просто проедаете деньги, а когда я не работаю, я содержу офис, я содержу всех своих людей, понимаете? И если я не буду работать хотя бы чуть-чуть, хотя бы в таких условиях, хотя бы немножко, вы что думаете, я сильно много заработаю, если я соберу ползала? Вы же понимаете, сколько стоит? Свет мне не продадут дешевле, звук мне не повесят дешевле. И дворец спорта мне дешевле, в половину не достанется. Они с меня берут полную аренду. Что я заработаю? Сильно я заработаю много. Я зарабатываю, чтобы содержать свой коллектив. И вы должны быть, понимать эти вещи, понимаете? И не писать мне подобную фигню. Вот. Так, ничего не надо, эти ничего не надо и концертов нам не надо. Но тем не менее, 3000 человек они требуют. Они купили год назад билеты. И они каждый день меня спрашивают, а когда суммы? У нас лежат билеты. А когда Днепропетровск? У нас лежат билеты. Мы и так перенесли все, что возможно на 21 год, понимаете? Поэтому это скорее даже вынужденная мера. И я это делаю, чтобы не разорить моих организаторов, понимаете? Если я еду куда-то, вот у меня был концерт в Ночее город, Черкассах. Я дала два концерта. Почему? Потому что зал был продан полностью. А мне, чтобы там выступить, надо было разделить людей, чтобы они сидели на расстоянии. И я дала два концерта. И вы же понимаете, что второй концерт я дала полностью бесплатно. Просто для того, чтобы не разорились мои организаторы. Вот и все. Поэтому кричать о том, что кто тут самый бедный, а кто тут самый богатый, я прям буду, вы знаете, очень сильно ругаться с вами. Потому что вы должны понимать, что мы все просто находимся в жуткой заднице. И то, что по этому поводу молчат другие артисты, засунули языки свои в одно место, и тихонечко отсиживаются, и ждут, пока жопка пройдет. А жопка не пройдет. И если они не будут бороться за свои права, то они останутся без работы. Все эти антитела, которые уехали сейчас в большой тур, они же тоже работают. Но при этом, понимаете, все молчат клювики на замок. Ребята, артисты, собираемся и думаем, как выходить из этой ситуации. Мы за безопасные концерты. Мы понимаем, что мы сейчас не будем зарабатывать. Мы понимаем, что это будет намного меньше заработки. Но хоть, чтобы как-то поддерживать своих людей, чтобы они не расползались в другие профессии, не шли в доставку Глова или в таксисты, понимаете, их нужно хотя бы немножечко поддерживать. И это нужно понимать. Понимать. Вы же на работку ходите, особенно бюджетники. Вы знаете, сколько я плачу каждый год налогов? И с этого и пенсионный фонд забирает. И бюджетникам в том числе вы получаете деньги, которые я плачу из налогов. И очень хорошо сидеть и вякать. Вот я буду ходить на работу, потому что мне надо проехать в метро. И вот эту маску я одену, либо не одену, но мне же надо ехать. А ты свои концерты не давай, потому что не до веселья сейчас. А когда будет до веселья? Артисты просто не вернутся к вам назад, понимаете? Вот так вот это не произойдет, потому что обнищают и не будет вообще ни за что делать аранжировки, ни за что делать шоу, ничего. Это наш хлеб, но мы хотим делать его безопасно, этот хлеб давать, понимаете? Поэтому у меня на концерте будут маски, у меня будут расстояние полтора метра. Фан-зона вся на стульчиках, каждый стульчик будет стоять на полтора метра друг от друга. Вы думаете, мне так круто работать в такой херне? Я люблю шабаба! Но тем не менее, чтобы не нарожать людей на небеспеку, я иду на эти меры, понимаете? Иду. Так, что еще там у нас? Что еще? Так, ничего я не могу прочитать. Так, и эти комментарии. Знаете, что меня еще бесит? Страшно бесят комментарии без профиля. Вот напишет какую-то херню, ни одной фотографии в профиле, ничего вообще. Кто это такие? Какие-то фейковые страницы, какую-то фигню, или это заказ какой-то, или еще чего-то. Вот я вам честно скажу, я когда вижу плохой комментарий, захожу, и там нету живого человека, идет он у меня в бан просто, вот просто сразу же. Так, бесят страшно фейковые новости, которые копипастят фейки, те журналисты. Вы просто говнометатели. Вы просто позорите профессию журналиста. Прекратите постить всякое говно. Вот я сегодня выложила свою афишу, свой призыв, свой, и уже пишут какую-то парашу какую-то, понимаете? Вот это вот склепали все на коленке, и вот это вот все отправляют. Вот фейковые ньюз, вот эти вот новости раздражают. Так, что еще меня раздражает? А что вы вообще пишете? Давайте, может быть, я тут что-то начитаю. Потом вот этот вот, вот этот вот коммент. Это кто? Конь в пальто. Ты не знаешь, на чьей ты странице пасешься. Я вас умоляю. Кто? Так, правильно. Им, а бы, материал. Это точно. Ну, давайте, напишите мне еще какие-то ужасные. Машка! Маш! Иди быстро сюда. У Маши тоже есть претензии, комментарии. Сейчас она тоже вам расскажет, что ее бьет. Что значит нехватка денег. Сочувствую вам, Оля. Дело не в них наватки денег, а в том, что все, что сегодня происходит, наносит существенный урон всему бизнесу, понимаете? Просто он, не просто, он просто развалится. Его просто не будет существовать. И вот так вот, по щелчку, мы не придем в шикарное шоу. Вы помните, какие я шоу делала? Вы помните, какой был «Королева ночи» концерт два года назад? Это же была конфета. Кто этого не видел, не хочет идти на концерт, хочет беречься. Наберите, пожалуйста, один плюс один концерт Поляковой «Королева ночи». Посмотрите. В это шоу было вложено миллион долларов моих заработанных денег, понимаете? Сегодня я не могу позволить себе вкладывать такие деньги в шоу. И не знаю, когда смогу позволить. Понимаете? Уровень просядет так, что дальше некуда. Будем выходить с тремя фонарями и петь в микрофон с таким шнурочком. Меланхолия. Ты чё имеешь против микрофона шнурочков? Знаешь, сколько я на него уже зарабатываю? Давай, иди сюда, иди сюда. Расскажи, что тебя бесит. Какие тебя комментарии бесят? Убери эту собаку отсюда. Вот это бесит. Ну, давай, пожалуйста, иди. Давай. Какие комментарии тебя бесят? Ага. Какие комментарии? Стрелки на стрелке. Неплохо. Какие комментарии меня бесят? Ну, меня, наверное, бесят комментарии то, что... Я очень много таких видела. Твой парень с тобой только из-за денег. Ведь это, во-первых, бред. Во-вторых, я не даю ему денег. Во-третьих, я не понимаю, неужели люди не могут любить друг друга? Вы же не говорите, когда какой-то миллионер встречается или уже женится с какой-то девушкой. Нет? Почему? Говорят. Они всегда говорят. Потому что хейтеры всегда говорят какую-то чушь. Я тоже с мужем из-за денег. Только давно он уже со мной из-за денег. Мой муж уже... Сначала я была с ним из-за денег, а теперь он со мной из-за денег. Вот так вот бедные мы и живём. И за деньги. И за денег. Что ещё тебя раздражает? Когда тебе пишут, что ты некрасивая. Правда? Да. Ну, типа, потому что на вкус и цвет товарищей нет, это первое. Во-вторых, обычно это пишут, вот я просто заходила на аккаунт. Это или очень старые, знаете, такие женщины прям... Вот вообще эти женщины старые, вот вообще у вас есть в голове мозги вообще писать ребёнку гадости? Скажите, пожалуйста. Насылаю на всех, кто пишет моей Маше, что она некрасивая. Посмотрите, какая она красивая. Она как солнце красивая, понимаете? Насылаю на вас прыщи, диарею, целлюлит, блин. И преждевременный климакс. Они уже есть. Ну, какие ещё комментарии тебя раздражают? Ну, быстрей. Я забыла. Короче, я 100% знаю, что тебя раздражают комментарии по поводу веса, по поводу каких-то внешних особенностей. Вообще, ребята, человека хейтить по поводу внешности, это вообще дно, понимаете? Дно. Ведь внешность не выбирают. Нет, конечно, можно пойти к пластическому хирургу, перекроить в себе и выглядеть как пекинез, понимаете? Но мы же говорим о том, что мы о принятии к себе. Всё, ты больше не хочешь? О принятии себя. Особенно, когда это 15-летний ребёнок. Мне неприятно, когда мне пишут. Я там страшная, или я там, я не знаю, старая, или я там ещё какая-то толстая, или худая, или ещё какая-то. То есть мне неприятно, но я, в принципе, эту прививку от вас получила давно, и я на это не обращаю внимания. Но когда это пишут 15-летнему ребёнку, ну это просто за гранью, понимаете? Потому что люди не выбирают внешность, они не выбирают родителей, они не выбирают национальность, цвет кожи, вероисповедание тоже, понимаете? Как-то, ну, наверное, выбирают, но у нас всё-таки мы родились в какой-то вере, и её как-то несём по жизни. Политические взгляды и всё такое, это всё-таки приобретаемое, понимаете? А внешность – это то, что даётся Богом, как бы при рождении. Поэтому хейтить в этом смысле, ну это просто какой-то дебилизм, понимаете? Вот, что я хочу вам сказать. Поэтому, дорогие мои, ещё раз хочу вам сказать. Мы будем работать, как нам позволят. Понятное дело, что если будет сильная пандемия, будет много заболевших, естественно, мы работать не будем. Самое обидное, что в этой стране нам никто… Вот почему не запрещают полностью концерты? Потому что власть не может сделать компенсации. Если за границей отменяются концерты, там люди получаются компенсацию. Точно так же в любом другом бизнесе. За простой ресторан получают компенсацию, за простое производство получают компенсацию. За отменённые концерты получают компенсацию. Люди с этого могут хоть как-то выживать. А меня, допустим, на компенсацию даже не приняли документы. Хотя я все эти три месяца содержала офис, платила за свет, за аренду, за всё. Даже… А знаете, почему не получились, не приняли документы? Потому что вы не банкрот. То есть мне нужно было сделать искусственное банкротство, понимаете, да? Набрехать таким образом государству, чтобы мне заплатили деньги. То есть они нас таким образом провоцируют вот на вот эти вот схемы, понимаете? На схемы. Везде схемы. Скажите, пожалуйста, сколько людей придёт на выборы? Как вы думаете, в том же Киеве? Понимаете? То есть это будут эти очереди. Предвыборные делянки совершенно не готовы к тому, чтобы делать это безопасно. Понимаете? Потому что придёт огромное, придёт миллионы людей на делянки. А вы мне тут рассказываете про какие-то концерты. Поэтому, поскольку нам не платят компенсации, нас никак не поддерживают. Шоу-бизнес развивался всегда не вопреки… В смысле, вопреки всему, а не благодаря. Мы не киноиндустрия. Киноиндустрия денежки дают государству. Сняли мы фильмик, нам заплатили денежки. Там вот эти вот всякие коллективы, филармонии, это всё дотационное. Они сидят на бюджетиках, открыли клювики, им кладут из бюджета денежки. Понимаете? То шоу-бизнес никогда ничего ни от кого не получал. Понимаете? Поэтому мы ничего… И мы, самое интересное, ничего никогда не просим. Называется, главное, хоть нам не мешайте. Поэтому в тех условиях, в которых мы сегодня будем работать, мы будем работать как можем. Да, это не те заработки. Да, это не тот драйв, когда сидит зал, когда они не пляшут, когда они не скачут. Да, это всё не то, но хотя бы так. Потому что при условиях сильной пандемии, при вхождении в красную зону, естественно, никто не будет плясать. Никто не будет ничего делать. Но колпиться в метро, в супермаркетах, в маршрутках, вы так же будете. Понимаете? Ну, конечно же, я ещё раз повторю, концерт – это выбор каждого. Тем более, что я ещё раз хочу вам сказать, что он будет безопасный. И ещё одно. Люди, которые мне пишут о том, что «эти маски ничего не спасают», посмотрите, пожалуйста. Я размещу после своего эфира, размещу американскую табличку «Как спасают маски». Если оба человека, коронавирусный больной в маске, рядом человек здоровый в маске, и они находятся на расстоянии полутора метров, заражение невозможно. Просто невозможно. Если один в маске… Я выложу, вы всё увидите. Потому что вы же понимаете, что американские ВОЗ, они же не дураки. И они не постят фейковые новости, фейковую информацию. Поэтому я отпущу эту историю. И вы посмотрите, насколько маски действительно спасают человека, если он носит эту маску не вот так вот, не вот так вот, а носит правильно. Прилегает она у нас, нос закрывает и рот. Конечно же, мойте руки, антисептиком обрабатывайте. Мы все, нашим всем коллективом, сегодня сдали анализы. Поэтому до концерта будут допущены только здоровые люди. Поэтому всё будет безопасно, всё будет весело и хорошо. Я думаю, что прорвёмся, что делать. И я, конечно же, буду дальше выпускать вот эту свою прекрасную передачу «Бесит», потому что у меня так много тем, которые меня бесят. Это и бесит меня как маму, и бесит меня как дочку, и бесит меня как гражданку страны, и бесит меня как женщину, и бесит меня как певицу. И бесит меня как… Вот я буду вот такие вот какие-то истории. А вы будете писать, что бесит вас, допустим, как женщину, или бесит-бесит как дочку, или как маму. Всё мне будете вот так вот накидывать в комментариях. Сейчас я это в IGTV выложу, и вы мне тоже пишите туда, что вас бесит, и какие бы темы вы хотели, чтобы поднять, чтобы я подняла и сказала, что бесит меня. Так, Боже, как ваша дочь похожа на меня. Спасибо большое, спасибо. Чему в Киеве концерт постейно 26 жовтня? Потому что это моя дата. Я ее забила, и это уже такой серьёзный у нас, как это сказать… Короче, каждого 26-го хочу сделать, чтобы это был всеукраинский нерабочий день, дай Бог, закончится эта пандемия, дай Бог, всё будет хорошо. И 26-го жовтня в следующем году мы встретимся во дворце спорта, или, может быть, в Олимпийском, или ещё в каком-нибудь большом зале, и вместе, по Гоциям, без этих масок и без этого всего. А пока так, но что делать? Мы должны беречь своё здоровье. Так, что вы тут ещё пишете? Так. Ну что, 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 что ещё? Что ещё? Правильно, правильно, правильно. Кайфка. Так. Ну всё. Чему-то это… Ну, вы знаете, вы очень хорошее пишете, наверное, вы поняли, что это меня бесит. И я надеюсь, что концерт этих, господи, комментов, которые будут меня бесить, будет всё меньше и меньше. А хороших комментов будет всё больше и больше. Люди, думайте головой на самом деле, понимаете? Потому что вот прицепилась, а кто всрався Полякова? Я, конечно, понимаю, что я фигура большая, что меня зацепить – это получить хайп, но, как вы видите, я себя в обиду не даю. И всем вам советую всегда показывать в зубки. Целую вас. Бай-бай. Бай-бай.